Девятиминутная пауза То есть ребята берут У них нет авторитетов А у кого есть? У OG есть авторитеты? Смотри, ты команды, допустим, Ашерра, играешь против команды Себер Легаси, они тебя переигрывают Такой-то методикой, ты думаешь Так, все, разбираемся и начинаем играть как они Команда Five Men проигрывает команде Нигма, подбирают у них Арквардена Играют сегодня, обыгрывают Альянс, завтра Альянс будут играть Подберут Арквардена И пошло-поехало, если игры-то не проигрывают, у них нет авторитетов Они задают мету Неплохо, но ведь не они одни Не проигрывают, с другой стороны Есть еще и другие, наверное, команды, у которых авторитетов нет Вот, например, ОГЭ Но они проиграли Аликом И выводов, мне кажется, и не делали особо В смысле нет, финал нижней сетки ОГА Дота Пита Это была другая команда совсем Абсолютно та же, о чем ты говоришь Совсем в другом месте нет, я уверен, что Спросили на Тейл, он Какой Дота Пит? Инт выиграл, скоро следующий Инт, да, что там еще дальше у нас по расписанию Инт и еще Инт потом Да, то есть это мелочи, зачем он его? Да и правильно, конечно Майндсет Он же не рассказывал Да, ну вот и Сикрет же нам как раз Мы обсуждали с вами на предматче У них точно такой же майндсет, судя по всему Они уже ни о чем, кроме Интернешнл, это и не думают И не парятся? Ну да, а у него, кстати, у Интернешнл, у этого самого Сегодня, по-моему, прессовой фон 34 миллиона перескочил Или 35 Неважно Сумма растет, да Печаль Новый рекорд от арабского шейха А, по донату в компендиум? Да, да, да Да, это неплохо Ну, для балансовой вселенной есть, например, Дима, Light of Heaven, который вообще же компендиум никогда не покупал, мне кажется Ну, не, покупал Покупал? Ну, я просто кинул стартовый, все А, и все Ну, и правильно Хоть Эш, например Потому что компедос, мне кажется, он вот все, что можно было забудеть ради левела, все сделал Эш Сливал, переливал ПТС Ставьте плюс в чат, если знаете, кто такой Эш Мы любим поминать дедов, ветеранов этой игры Людей, которые стояли тогда, а сейчас уже и сидят едва ли Но пишите в чат, если понимаете, о ком идет речь Есть у нас один такой, любим его всем сердцем Он сегодня, кстати, на работу не пришел Не знаю, должен был или нет У него коляска нет Ладно Висп в этот раз в пике На прошлой карте, если я ничего не путаю, викинги его не убрали Ну, а тут ФП, вот, пожалуйста Опять же, Пупей, я уверенно, не стал бы его брать О, изи Легкий предикт Мы никогда бы вообще про его не подумали на ФБ На ферст пик Мы не пытались? Не, ну так-то, да Может, мы заранее знаем, что это Пупей У нас 119 героев Вот, ткнуть на рандоме Это больше шанс попасть правильного, чем подумать Давай, смотри, значит Варлот У тебя немножко времени Да, следующее Луна-четверка Через Аганим Ну давай, я тоже ткну, давай Пусть это будет Земеля Земеля Или Леон, давай Леон Леон, лучше Леон Ну, ни то, ни другое не звучит, как что-то вау Оно звучит, как этого никто не берет Ну и ладно А Дима просто дождется На него не смотри Дима не играет с нами Как же, предиктор все дела Дима серьезный мужчина Дима анализирует драфты Мы даже не на батон играем Даже не на яблочный пирог Ну даже не знаю Он там может пофантазировать То есть в первой игре он развалил пацанов Во второй игре можно вообще все что угодно делать Даже если он проиграет Это все равно вряд ли скажется на его позиции Если он, допустим, завозит третью Поэтому сейчас можно взять все что угодно Я вот стараюсь влезть в голову Пупею Как тот, кто играл там 3-4 года назад И что там в этом Что в его голове может быть такого Чем он не играл Там вот эта обезьянка Я ее отдал ненадолго Я думаю, что Момо Квиста Абсолютно любой герой Появился абсолютно любой герой Опять же, у нас слишком мало информации Поскольку нет допуска хорошего Ни к пракам, ни к чему остальному То есть просто есть Пупея, который просто играет в кастомке в доте Да, есть стата Из такого, как говорится, коктейля Может появиться любой герой И есть статистика по самым популярным героям И ни один из них не появился в пике на предыдущей карте Это насколько нерепрезентативно вообще И в этой тоже Какая должна быть статистика Чтоб мы могли, смотря на нее, говорить о секретах Я вообще не понимаю Игр 50 патча Да какой их, я тебя умоляю А потом следующий патч А потом они придумают еще что-то В рамках текущего патча 50 игр секрет Я смогу тебе рассказывать плюс-минус, что там будет появляться Ну ладно, хорошо Тогда продолжаем копить У них пока самый популярный герой за последние 3 месяца Это внезапно Йорк Шейкер А потом Вивер, потом Конь Пак Ну, они там рядом, но не в топе И Фреон, и Войт Спирит еще Ну да, 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 они там есть, но не прям в топе И то есть мы можем, знаешь, скомпоновать этих героев Получить нечто среднее, что должно быть в том герое, который может появиться И он не появился Получить что-то, что может играть вместе друг с другом И при этом по отдельности неплохо А потом никто этого не возьмет И мы такие Типа того Окей Поэтому, ну, у меня вся надежда, что просто викинги возьмутся из сигнатурных героев И дадут хотя бы бой Потому что первая игра, это была избиение Первая игра, это была безвариативная, заливная Вот викингов без шанса на камбэк Вторая пока хорошо Так, ну погоди, хотя бы бой, а программа максимум в таком случае Это что? Отжать карту Оу, мы зарекаемся о таком Но викинги еще не играли серии до ноль Было дело, да Пока что Но сейчас они близки, как никогда Ну, понимаешь, вот представь на секунду Ты являешься драфтером команды Викинг ГГ Ты молодая, прогрессирующая, ведущая вперед команда Которая год вместе Которая вот именно что прогрессирует И боевая там топ-16, топ-8, топ-4 Вот они там уже где-то, да, в верхах трутся Их уже не зовут его Мортал, но они туда пробиваются И хорошо себя в нем показывают Там топ-1 группу, грубо говоря, держат Вот такая вот у тебя есть команда И как тебе быть, когда ты все это время Вот ты 365 дней играл в праки, играл в турниры И вот этого никогда не было Ты приходишь, берешь виспа, думаешь Сейчас появится Дума или Дарксир Появляется Варлок Берешь в Магнус, думаешь, сейчас появится Спиктрап Появляется Имберспири Думаешь дальше Ну, я что-нибудь сейчас скажу по баню И вот тут начинается ступр Как играть в эту игру? Что в этой ситуации должен он делать? У него 4 человека на него смотрят С такими круглыми глазами В попытке Парень, ты же знаешь, что мы делаем? И должен сделать уверенное лицо, сказать да Но ничего не понимаешь Ну, а в этом режиме игры есть кнопка рандом? Вот как, когда героя выбираешь Ну, его же просто не брать Герой, он рандом возьмется Во, мне кажется, прям так и надо Где-то даже недавно читал статью Про какую-то из команд в Китае Которой было ленивенько драфтить И она пикла в героев Да, а банить не банила И там были эти пропуски Кто-то рассказывал у нас эту историю в аналитике Не помню кто Ну, да ладно, это не так важно Ну, такой, знаешь, додозерский БМ Да Не банит герой Или там на рандоме он эти Альянс же, да, получается На Инте По Рофле Да, да, Альянс, который сейчас ликвит Да Тоже решили по БМить, не получилось Да, было дело Вот, и давайте, конечно, попробуем Сейчас стала чуть яснее Сама концепция прохождения Этой карты Но чуть-чуть Ну, по бану того, что они сделали Должны быть какие-то дебафы Прямо, они прямо напрашиваются Да пока, мне кажется, снова То есть, фатал-банды уже есть Щены висят Замедление массовое тоже имеется Убираем антимага с щитом И с ларка с дарпактом И берем сейчас какую-нибудь там, не знаю Комбинацию с большим количеством дебафов И уезжаем Просто, мне кажется, какой-нибудь Сфектраль все-таки появится Возможно, сегодня Что вы пытаетесь Кого вы обманывались Нет, сегодня, подожди Я иду из расчета, что убрались герои Которые, типа, неплохо против нее двигаются По карте, воюют То есть, активные, сильные Которые под эспа стакаются и так далее Господи, вот в каком мы безвыходном положении Вы оцените просто Есть матчи, на которые мы приходим И говорим Ну, они там пикают одно и то же Мы об этом все рассказали И в целом рассказывать нечего И есть секрет, к которому мы приходим И говорим Мы не знаем, что они пикнут Рассказывать тоже по большому счету И тут фишка в том, что, да У нас вот в рамках Морта Лиги Было же реально много гостей И они все в той же самой ситуации Абсолютно Каждый из них сидит на драфтере Сейчас викинг-гэ с круглыми глазами И не знает, что ему делать И причем пришел Ты же представь, да, на секунду опять же Вот пришел Ты садишься за драфт У тебя Дальвис Па Ты его забрал У тебя есть идеальный использователь на Магнусе Ты его забрал У тебя есть выход в любого милишного Кэрри-героя Который будет забафан просто нереально Вот с такого раздрафта ОГ выигрывают все серии Они просто забирают какого-то тролля Кэрри-висп И ты не можешь их остановить Они переезжают Они берут топ-1 инта А ты не знаешь, что делать Потому что у тебя Ты не ОГ Опыта маловато И ты играешь в Сигрет Ты ходишь какого-то Джиггернаута Или Лайстиллера Прямо вот смотришь на них Понимаешь, что Ну, учитывая, что Многие топовые коры уже забанены Хочется иметь Джиггернаута, Лайстиллера Блейдфьюри, Рейдж И мы уже катаемся по замесу Нас ничто не останавливает И более того Пока они себя не сильно передумывают Они с Магнусом плюс-минус нормально сочетаются Пока все это мы видели Вчера То есть вот именно такие герои появлялись Им так они играли Висп, пилбрекер, Магнус Еще, опять же, Магнус вчера был не ахти Но хватило против Зевса В одной РП он, скажем так, за игру все откидал Смотри, Джиггернаут очень сильный Прямо смотрится Достаточно, я пытаюсь понять То есть нельзя играть с PPA В обычную доту Ну, вариант, который нам сегодня предлагал Товарищ Дмитрий Про бутсикера, мне кажется, и то Более подходящим Потому что он хотя бы наказывает VR-ку То есть он дает какую-то вот такую Это четверка, она И что? Она любит быть наказана Омник VR-ка Омник Вот у нас комментировать сейчас будут Эти два персонажа Они еще и в пик залетели Вообще шикарно А почему Омник без стыжей? Это тебя должно волновать В последнюю очередь Я понял Ну, я запишу Омник Это тот парень, которого Ну, Войд Это тот парень, которого Натурально, по-моему, не брал Особо никто Ну, Мипарь и Снайпер Два героя, которые не появлялись Ну да, этот максимум там Причем, если я правильно понимаю У Сикретов третья серия, правильно? Сикреты? Да, у них сейчас третья по идее серия в группе Да Остался матч против ОГЭ Против кого? Давай сейчас скажу У меня это все перед глазами Правда, надо несколько бумажечки полистать У Сикретов остался матч против ОГЭ Против Флайт Умун Во Нужно будет, когда будет Звонить Пупею По окончанию этой карты Сказать Попросить, скажем так Чтобы в рамках против Флайт Умун Он взял Мипаря и Снайпера Дабы добить всех героев Можно Только что-то мне подсказывает Это будет не Пупей Хотя, не понятно Не, ну какая разница Звони Пупею, позвони Просто мне кажется, что Пупей Вот в рамках Я как Как я себе это представляю Вот приходит Менеджер команды С запросом, что нужно Дать двух человек Одного в английскую студию Другого в русскую студию Я уверен, что в рамках этой команды Пупей просто бежит Вот знаешь, как вот Компот в школе там наревает И уже несешься просто Подайте Так и тут Говорят, надо дать интервью русской студии И он уже говорит Все, я созвонил Да, Климента всегда рада видеть Потому что все разы, что я понял Мы вот очень редко Не Пупею звоним И допускаю, что это не потому Что мы запрашиваем На Пупея Да ладно Разберемся В любом случае С такими темпами Что-то мне подсказывает С кем-то из секретов Мы сегодня все-таки пообщаемся Да, но вопрос в том Что сейчас пока Как понять, кто куда идет Зная Желание Пупея играть На каком-то герое Который отожмет себе позицию 3 По итогу игры Что будет у тебя Саппортивный зай Саппортивный обзор бегать То я тяжело представляю Какого героя Он себе возьмет сегодня Хотя очень похоже Что он все-таки будет Просто Варлок И просто без вещей Ну, Лас Пик обычно Для ниши оставляют Ниши очень крутой Лас Пик У него огромный херпул И вот я смотрю на Войда Ну, на самом деле Там могло быть Много других героев Которые будут полезны Хотя бы в начале Естественно Фейслис Войд В Лейте Это безоговорочный фаворит Но против этих героев Некомфортно играть Ну и опять же У тебя есть тот самый сейв Против Войда Тот самый Омник Тот самый Омник То есть И еще как-то В Купол нечего наваливать Поэтому, видимо, Они вообще забили на эту тему Просто давайте возьмем Войда Ради Дилейшена И Купола Нет, просто Ради Дилейшена Вообще, опять же Войд вроде под Магнусом Звучит довольно хорошо Но они вместе не работают Против Га И у того первого героя Чистый Физа Ну да С этим тяжело им будет Пока пробивать То есть надо в тайминге Спадать, пока Га нет Или нападать В Омника Только в Омника То есть по-хорошему А Омник, если догадается Там, встать сзади Купить какой-нибудь блинк И прочее, прочее, прочее Или просто Хамель Агресс На себя кинуть Ради Ставца Резиста Ну да Он, естественно Все это делал Заработил Да вы с выгодами Не торопитесь Он сейчас в мид пойдет Вполне вероятно Но, опять же Не будем торопить коней Я думаю, что Омник 3 ВРК 4 Варлок 5 Эмбер Спирита Подвигают по итогам Драфта, который сейчас посмотрят Некрофос Сейчас таки все думают Устраивает ли нас Что Некрофос, допустим В офф-линии стоит И хотим ли мы туда Эмбер Спиритом Либо Эмбер Спирит Отойдет в центр Против Магнуса И нормально И добираем героя Для кэри игрока Для Матумба Судя по всему сегодня Который против Некрофоса Будет себя отлично чувствовать Либо Омника В легкую И поехали Триплой в офф-лейн С Эмбер Спирит МВР И Варлоком Очевидно И героев в центр Минер Нет, ладно Я пытался Ну, выбор, конечно Довольно интересный Так, ниша на Эмбере Матумба на дровке Я так скажу Это максимально интересный выбор Я максимально хочу Смотреть третью карту Плюс один Я скажу Секрет 2-0 Но я очень хочу Чтобы они не осилили Если они этим осилили То зачем мы вообще Здесь сидим Ну, это невозможный драфт То есть ничто Это вот идеальный драфт Если мы рассмотрим Ее с позиции Несинергируемые Между собой драфт То есть Ничто, ни с чем Здесь не вяжется Просто 5 героев Которые обособлены Вот просто есть Я говорю Если они этим выиграют То вот Дота до И Дота после Это будет просто Две разных Ну, это просто Очень смелое заявление Что герои не синергируют Потому что Ты видел, кто играет Этим драфтом Ну, да Они, наверное, понимают Что там Это драфт Опенаи Просто если у них получится Значит, вот была Дота до И будет Дота после И сегодняшний день Это вот Наш водоразделитель Осознаете хотя бы Какой ответственный момент В такой момент Грех обойтись Без коэффициентов От наших друзей Спариматч Они как раз появляются У нас с вами на экранах 1.17 У Сикрет 4.7 У Викингов Вы подумали это на серию Но, конечно, нет Это на вторую карту Друзья Которая уже начинается Слово нашим комментаторам Давайте смотреть Что же будет происходить Драфт Open АИ От Сикретов Сказали тут Да, я слышал Ну, я понял Идею Ребят В аналитике Что драфт Несколько выглядит Несвязанным Например, дровка Но ничего под дровку Там ВР Косомником Ну, вот Такой Набор Сикрет могут себе позволить И в конце концов Именно сами герои Неплохие То есть Одно дело Если бы, например Там было бы, знаешь Пуч на четверке О, я на губаточку смотрел Это классно было Ну, согласен Я тоже как-то раз смотрел Подобную Винкс Показывали нам На пятом инте Шедевр Но Как бы Все-таки Можно было напикать В общем, героев так себе А тут каждый герой Сам по себе хороший Пускай вместе Они не супер синергируют Но Как минимум Варлук Эмбер Классная синергия Уже есть Омник против Войда Здорово В Эта Дровка Под Омником Ну, шикарно же Правильно Ну, то есть, короче Что-то есть Какие-то отдельные Вещи здесь Неплохо работают Против пика Викинг У Сикрет Вроде Тоже все нормально Как Дэнзи В каком-то интервью Сказал, что Команда Это не пять пальцев А кулак Вот здесь у нас Драфт Сикретов Возможно, это и есть пять пальцев Которые сейчас покажут Какой они кулак Вообще, на самом деле Интересен Омник Которого довольно редко Пикают в последнее время И Я здесь не вижу в драфте Силачей Которых он так любит Обмазывать, например Там всяких Свенов И прочее Но сам по себе Герой-то хорош Но его Забыли Забыли этого Дедулю Ну, будет обмазывать Дровку Просто, чтобы Дровка жила Я так понимаю И, безусловно Дровка не получает Такого классного бонуса Как образный Свен Обзор гениальная Дровка, действительно Фагусная дровка ВВРка Да Как смотрю Обзор Классно Да, вот я Вспомнила, когда Последний раз его увидела Мне кажется, это было Года полтора назад И вот сейчас увидела Вновь его Когда это был у нас А это даже год назад Был, не полтора У нас эпицентр прошлый Был где-то вот в июне В июле И там как раз Был этот Е-взор На этой ВВРке И с тех пор Как-то у него Немного стушевалась Она и был Виха Который сместил Успедистала ВВРок Правда он Кор ВВРку показывал Слушай, но Учитывая, что Только что он играл На Миране Купил ей первым Артумом КБ То здесь тоже Можно так же сделать Да Он сказал Пупей Возьми мне Теперь вообще ВВРку И я так понимаю Здесь Вполне вероятно Е-взор будет Отыгрывать По итогам Не такую-то третью Ой, не такую-то четвертую А может быть даже И третью Как-то позицию Живелин конечно можно купить То есть остальное Уже как получится А живелинчик Для начала Можно и пофармить Я думаю, что Уступит ему Зай Ну, не думаю Что Зай прям уступит Вначале Но мне кажется Потом со временем Е-взор Если кажется Игра в принципе Будет затягиваться Будет много Подфармливать Именно Е-взор Чтобы добавить демдж Чтобы не только на одну Так скажем Дровку рассчитывать Которую могут за контры Чтобы была еще и Верка С другого фронта А ты попробуй Двух этих лучниц Они сестры по лору Интересно здесь Не уверен Не знаю Я слышала только одну версию Про то, что Верка Это Сильвана до Артаса А дровка Это после Артаса Соответственно Артас точнее Нет, это не все Но это такая Да, конечно Так, по-моему, и не сестры Вообще это так и есть Из доты первой То есть Как бы По идее Хотя нет Верка это Лерия Всегда была А дровка Сильвана Это Сильвана В общем, не суть Это там сестры По лору Варкрафта Были Но тут уже давно Мы от этого На 10 лет примерно В другую сторону И в другой игре находимся Но чем-то они похожи Две лучницы Одна просто такая Немножко мертвая Другая немножко Вишь, какая веселенькая Такая Кстати, ждем все Конечно же, Аркану На Верку Уверен, будет очень красиво Да, все мы немножко мертвые Все немножко ждем Аркану Что ж, учитывая то, что у нас Будет этот Компиндос, я так понимаю До ноября Что-то такое Какого-то информация До ноября Нет Я не помню Кому-то Доверяло Да нет Никому не верь В смысле А где ивент А где шмотки А где сундук Все вышло Кроме сундука И вот Верка Все вышло Так там же еще Один ивент должен был Нет 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 Ты в какой-то параллельной реальности находишься Возможно вместе с Баффиком Будь бдительной Вокруг тебя, возможно, Баффик Жаль Что жаль В смысле Баффик Это прекрасно Когда вокруг меня Ну фразы просто довольно жутко звучит Ну ладно У нас тут пока линнинг стадии И хотелось отметить изначально то, что у нас Магнус переместился на линии Харду Он тут решил стоять Уступил мид-линию Некрофосу Но Бум сам по себе обычно на центре На Магнусе отыгрывал А тут вот решил свапнуться Чтобы некр поудачнее, возможно, постоял против Эмбера Насколько у него большие шансы Это мы еще посмотрим Но он, по крайней мере, может сбивать Флейнгвард Ну, слушай, некр хорошо стоит против Эмбера Здесь более-менее ребята тоже могут разобраться Потому что два таких наезжающих героя Братрум набегает Магнус может доехать, да, если что, до дровки Но мы видим, что под бандами Отлично Матумба и Пупея просто расстреливают Выбивают все регены Тяжело здесь стоять против двух ранжей Двума милишники И у дровки будет фарм Сегодня у дровки будет фарм В прошлый раз, по-моему, пятерочку аж бахнули на викингов Когда начиналась карта Теперь 3.25 прематч предлагает на викингов И 1.31 на секретов Довольно много, кстати Учитывая тенденцию этого всего происходящего Но пока и лейнинг стадии Не сказать, что как-то сильно выделяется Матумба, вон, смотри, вообще 9 крипов Матумба психанул Да, пока мешают Более-менее мешают Да, и мы видим, что у некрёвца в миде все здорово И вот... А где баши-то? Не качал? Чем он вкачал? Ну, это так говорят Я шутку проявил Чё, баши не качал? Видишь, качал? Вот у нас видим то, что пока в целом терпит Вроде как под бандами больно А вроде как всё равно друг крипов плохо добивало Но сейчас там волна какая-то подошла к ней, смотрю И криповчики пошли Потекли к ней Бьёт по рамису, по криповам Просто... Ой, ты ж какой... Издевается А Матумба бума расстреливает Но у Матумбы, как ни странно Как бы это ни было забавно Кончилась мана на дровке Просто элементарно на стрелы И неплохо было бы, может быть, попей какой-то базил Даже принести сюда Но, по-моему, не будет этого Побежал рамис куда-то в мид На мид На мид Ну, там даже не близко не убьют Там же фрук А зачем? А, он пришёл в руну за контроль Руну, да И тут волшебство, оказывается И волшебник некро будет рад её забрать Он её заберёт Возможно, у него даже бутылёчка есть Сейчас увидим Нет, нет, у него бутылёчка У него просто руна И здесь у нас будет Может погибнуть Его расстреливают Но, оказывается, Ебзор не так бытр Для того, чтобы его убить А у Ебзора пока ещё, видимо, первого уровня Повершот Первого уровня шоколшот Всё, ну да 1-1-1 Такой закуп Такая раскачка Он мог здесь на этой линии не качать Виндран вообще, наверное Но всё-таки на всяких Возможно, в начале какой-то был момент Из-за которого он качал Там на рунки подраться Или ещё что-то Или просто, чтобы тычки не впитывать Лишние какие-то от шада Возможно В иной раз в таком вот ПВП Который там сейчас устраивается Но, в любом случае В качестве поединички Действительно, дэмэджа маловато Но скоро будет на двойку Я думаю, там уже может быть Более успешная попытка Убить этого Вайда Да, фиг они его убьют В Миде, кстати говоря, некогда Очень сильно просел Но и Эмбер тоже Не убьют они там никого Вайда И у Войда там будет хороший фарм На самом деле на той линии Помешать ему ну никак невозможно Такими героями Висп всё отличивает Сам Войд прыгает Берста у них не хватит Надо ждать какого-то подключения Вот с Эмбер Спиритом Приходящим в СМИ Да, легко, конечно Они здесь могут убить И Виспа, и Войда По-другому Но только если Шат как-то сам Знаешь ли Виспа в этот раз Более-менее успешная Игра начинается По крайней мере не умер На том спасибо В прошлый раз у него Таких подвигов не выходило сделать Купей еле живой Но Матумбу хилит Как не себя Ну и видим то Что пока у нас Дровка хорошо держится по фарму Небольшое отставание есть Относительно Войда И Войда скорее всего Будет в Мидас выходить Как обычно это делал Именно у викингов Шат И вот там уже посмотрим Что он будет нафармливать Потому что пока вот так вот смотришь Дэмэджа под купол-то и нет Да, это правда В купол очень плохой урон Два милишника Которые не зайдут Висп, который не подамажит Некор, который Только если именно добьет кого-то Некор одного героя Может добить косой Вот и весь практически Дэмэдж в купол С другой стороны Если Зая как-то крыть Я не знаю Как-то сделать так Чтобы он ульту не нажимал То дровку вполне можно За купол убивать Эмбера вполне можно За купол убивать Самое главное Чтобы он пауэр висел Улыбашки только Ну, неплохие контрмеры У Сикрет То есть даже голем Который падает Станет на секундочку Это уже может Схватить секундочки Чтобы пережить Хрона И действительно Омни Найт у нас Просто если не в хрону Оказывается То как ему Практически нечем Не дать Стануть ультимейт Здесь ультимейт Омника Контрит Конечно вообще все У викингов Слишком много Уж физики Магия есть Но прям вообще Копейки этой магии Так что Здесь возможно Нужно покупать Неллифайр Знаменитый кому-то Иначе как Вообще Не понятно Обе контролят руны Кстати Пауэрап Я смотрю Две из трех Точно законтролил Точно прошу прощения Две из двух Да Четвертая и шестая минута Там в прошлый раз Поднял Кажется Заигрался Да бум Матумба делает ФБ На седьмой минуте То есть очень Прям такая игра У нас идет Ну не то что пассивная Но убивать не получается Ну вот Матумба И сократил расстояние По фарму Тут видим то что Разгон на нишу пошел Ниши ремнанты есть Ему вообще плевать На это все происходящее Титюню не дает Злой видимо Ну и скорее всего Даже Тоби здесь может подрезать Хотелось бы это делать Но ремнанты жалко тратить Да и опасно это Так что просто получил по лицу Отошел Ну и соответственно Придется как-то ему Бутылечки себе хилить Тут нет взора А что так много урона Влетело-то Оу Ниша не поверил Ну слушай Я взору хватил Дэм же все равно Буквально тычку Да сверху дал Но ниша не поверил Испугался Видим то что у нас История такая Что на первом месте По фарму оказался Войт Неожиданно тут пока что Он еще и с Мидасом Не подключился У Шада Кстати премиум аккаунт На войне У него очень хорошо Прокают баши Так что возможно Пойдет у него И в соло фраги Купо удалось Может быть Тем более по 2 сполна Это вообще очень все приятно Там огромная скорость Атаки от оверчаржа Могу отметить Как же круто Все таки секрет По карте двигаются Просто ее взор Как-то casual Такой знаешь Перебежка в Мидас Хоп Сдел фраг Да На ровном месте получилось Учитывая то что Там еще нападение было Вдвоем пытались Нишу убить И так это и не вышло А тут еще и стаки нашлись Убиваются эти стаки Шад никак не может Этому противодействовать Пытается как-то Немного лицом Поторговать видимо Но пока видимо То что торганул Селари Очень хорошо И придется Шад отойти Хороший дэмэдж Тоби очередной Очередной поварап Забирает в этот раз Арканруна тоже идет Посмотреть что там в лесу Ничего там в лесу интересного Хочется с Арканруной Косу кастануть И он пойдет И сделает Матунб вполне можно За кассу забрать РП потратить И везти его Нужно подальше Куда они путем О, маны что ли нет Или почему же он не повез Да, маны нет Маны не хватает И стиков тоже уже не было Ой жесть какая И Тоби побежал Накрывать надо Подбить чуть-чуть И хорошо И лишнее время В таверне посидеть 40 секунд Привет Капельки не хватило На самом деле капельки Не хватило сейчас Матунбе чтобы Вместе с Эбзором Чтобы убить двоих И это выглядишь Как ты еще и Тоби отмансить Куда ты варлок потерялся Сейчас могут нет Да не Ну все Часый левел был бы У Шадда Он бы я думаю Накрыл его И вполне мог бы забрать Но пока Попробовать конечно мог Но Зайц Зайц Зай Он очень такой Плотненький Молодой человек Его так просто не взял Плотненький Но просевший Видим жизнь ему потрепала У него осталось Только половина хп Так что вполне можно накрыть И сейчас даже Купо появится Буквально через пару клипов И может это и случиться А пока случается фраг На Арамисе И Арамис отдает Себя в угоду Ниши Ниши тоже хотел Жесткие шеклы Выдают конечно И я могу отметить Что побегал Ниша По всей карте Собрал тут стаки Собрал там И топ 1 подает Возымел Так скажем Потому что много А он сейчас поднимет Себе какой-нибудь Молш-тромчик Возможно даже Хотя может Ой-ой-ой Зай Разгон на него есть Хотят нападать Купол тоже имеется Купол поставили Ну и попытаются Видимо расправиться До того как набежит Братрум Чтобы он еще плюс стан выдал И Видишь Зай Какой крепыш Крепыш Но у него еще статус резистенс Поэтому эти баши По нему вообще Считай контроля не наносят Подходит бум и добивает Считай Шукувейва Что ж Ну а помимо этого Тоби Нишу фиданул Как-то он там Умудрился умереть Под тавром Умудрился и баунтируны Под баунтирунки Выход от секрет Сюда заберут 2 Но правда И викинги контролят Так что в принципе Вроде как Размен будет В этот раз игра Тиши начинается Вот так смотришь Нет такого перефарма Дикого от секрет Нету Такого количества фрагов И как-то счет Размачивается хотя бы Да Да-да И пока не скажешь Что секрет там Как-то дико доминирует Все идет своим чередом Воид фармит Негр фармит У всех все нормально Посмотрим во что это выльется Опять же пик у секрет такой Он может быть Какой-то весь разношерстный Но вот так уж Как-то получилось В воле у судеб Не знаю Что он очень хорош Против пика Викинг Потому что Мне на здесь Контрит буквально все И тяжеловато будет Викингам Как мне видится Драться Если игра будет равной То есть им бы Как-то наращивать Если как-то не разберутся С Омником изначально Бумы пытаются забрать Но пытаются подсейвить Его также Арамис Через стан Контроль свой И это получается сделать Возможно даже Арамис Не умрет Действительно Даже Вис прилетел На его сейв И барабаны даже Барабаны Появляются на статы У ниши Он давит дальше Пришел сюда Тоби Неясно зачем Очень странная игра Тоби Он просто ходил В пяти персонажах Как будто бы он не может умереть Но как будто бы он забыл Что у Дровки Как будто бы эти пятеро Не бежали Сейчас только что За его тиммейтерами Там связки То есть Он далеко не бессмертен Это слишком опрометчивая игра От Тоби Получилась здесь Ну вот ему доказали Что он смертен Пока посидит тавер Не подумает О своем поведении Самое главное Что Шада как-то не трогает Он фармит И у него 4 800 Соответственно там С Медасиком Еще быстрее будет фармить И он по-прежнему На протяжении всей игры В целом-то способен Убивать дровку Она всегда будет тонкой Это всегда будет не меняться Чтобы она там не собирала 4 и 2 На Викингов сейчас Предлагают 1 и 2 на Сикретов Хотя по сути ситуация Не сильно изменилась Но на мапплинер Коэффициент немного поднялся Да Я думаю Что это плюс-минус справедливо Действительно Небольшие шансы Да я бы десяток На их месте бахла бы Нет Пока рано Пока рано Он не наит Сейвит дровку Поэтому Вообще непонятно Нужно чтобы убивать Эту дровку С живым не наитом Нужен Нулифайр Ульта есть у Арамиса Поэтому еще может Подконтролить Наверное пора ее давать Дает Назерстрайк И дальше пошли еще и стики И РП Все это Зай выставил Причем под Хевенли Грейсом Так что по нему Минимальный контроль Прошел из возможных И надо бы наверное Уже отстать от него Но решили еще Арамису Один разочек дождаться Арамису еще станчик дает И сверху Хорошо Бум еще заезжает Ропеевом Доковыряли А ты нас только сейчас появился Господи боже Как он его долго собирал Доковыряли конечно Зая Но в это время Снизу вышку теряют И здесь еще Силерия Могут разменять Ниша до конца идет Он пытается спасти свой шарик Не получается Никак На самом деле не помер Но тут опять Арамис Бежит на помощь Как всегда И Шатко рядом Нет, Д'Артаньян Ну все Шатко сейчас дошло Улетел вообще Куда-то непонятно куда Но если бы Шатко не поленился Не знал видимо Что ременант на отход Или просто даже не пытался Мог купу поставить И за купу бы точно вы убили Тем более что Тоби Подошел с кастру Побоялся Побоялся Плюс возможно фрактово Даже не стоит Посчитал ли они так Потому что конечно Потратишь Но там 3 минуты Почти кулдаун На хрону 1-3-0 Тоби Да, умер он тут У нас несколько раз Один раз Это было достаточно Интересно Остальные я уже даже Не помню Как он умирал На линии там Где-то его убивали А, ну прибегал Помню, что Рай обзор его станет Было Нападент Пупея Но Пупея так просто Не взять Пупея-то есть голем Вообще опасно Сейчас Голем очень хорошо Тут трое Еще тем более Оказывается Дождь стрел полетел Тоби нажимает Сразу же госшраут Не пытается Выдумывай Увез кого-то там Тоби увез Ввез Тоби Но придется вернуться Да, Шад поставил Купол Ой, как это плохо Получился Еще и Салин сверху Но Пупей Замахнулся големом Так его и не дав Скорее всего Боялся промахнуться Шад Вот и голем пошел Застанил Шада И Селари пытается Его вывести Немного хотя бы По хп Вроде как получается Это сделать Но еще очень долго Отказывается Там волк Ну, это еще и думать В погоне такая Ой, все, все Ладно ГГ 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 Третью игру Будем смотреть скоро мы Потому что, ну все Поплыли Поплыли абсолютно Викинги Да, ладно Уж если что пошло То действительно У них в принципе Пик такой Что, а где урон-то? Воид не дамажит Пока что Висми не дамажит Слишком большая ответственность На Войде Не просто фармить А оверфармить Для того, чтобы Дэмэдж купол Хороший наносить Ну да А вот и ВВР Как раз таки с МКБшкой Уже? Ну вот Собираясь А, ну да Дживилин достаточно В целом ходу Фокус Файр Ну, короче, окей Секреты в этой игре Мне кажется Уже далее Не отдают практически Ни одного фрага Не, ну ладно Посмотрим Всякое может быть Там Магнус, ульт Бла-бла-бла Магнус ульты Все очень хорошо А что под Магнус ульт? Магнус просто ульт И сам убивает Если сабля будет какая-то То возможно Но здесь придется Возможному работать На какие-то повер-рап Артефакты для своей команды Хотя Бог его знает Поможет ли здесь Лишняя Пайпа или грифсы Здесь уже ничего не поможет На самом деле Такое ощущение Вообще ябзор какой-то кэри Неожиданно Просто ходит по всей карте Всех убивает У него и левел Десятый Гениальная рыжая женщина Видимо Да Это вообще Ну, нет Ябзор Он красава Сколько лет уже красава Года три так точно Года три так точно Я помню ябзор Когда он только начинал Еще играл В одной команде С Мирклом Но В такой команде Которую даже никто не знает А, или с Вихой Ну, не суть Там Почти что одна фигня То ли базик Ляноу Называлась Балканбирск Королеона Что-то такое Никто про него не знал А он играл уже очень хорошо И было действительно Года три-четыре назад А потом он Начал оказываться В очень крутых командах И Невероятное приобретение Конечно Да, потом и его эра Рубиков и Шейкеров Не, он прям Безумный Безумный Один из лучших игроков За всю историю доты Безусловно Так, попадение на Матумбу Пошло Тайм Делейшн тоже есть сверху Но тут Выключается Зая Дает ульту И все Под Гарден Энджелом Никто не убивается Пытается дойти теперь Арамис У него это не получится сделать Бокус Файером Его добивает Ивзор через свой Джавелин И следующим Накрывает Шада Сайленсом Он не может спастись От этого Сайленса Но 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 И вот Мне завтра перестали фокусить Ниша один только за ним Почему-то побежал Дальше будет Бум убиваться Ну и Магнус Соответственно Свою ульту тоже не покажет Хотя пытается Нишу подконтролить Коса сверху Хорошо Через две ульты Забрали хотя бы Кора И это деньги Это плюс деньги Причем это в размен На одну четверку У нас вышло Пятерку И вторую позицию Забрать И вроде как Тысяченочку у нас отыграли И причем 500 рублей Именно сняли со стрика Ниши И эти 500 золота Достается именно Некрофосу Получается Взял Ну да Фраги немножко Но это Потому что секрет Все-таки Немножко переоценивать Свои шансы Вот Дровка 12 уровень Еще чуть-чуть шмоток И 12 уровень Винренджер МКБ там добивает И Вот прям в этот момент Очень жестко Сейчас демджа не хватает Они прям бьют 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 Но там Толстый этот Магнус Что-то как-то не особо умирает Пока просто у самих Демджа не хватает Самую малость Надо чуть-чуть дофармить И все будет Хорошо В любом случае Потрачены были Сейчас викингами Несколько ультимейтов Опять же Это секрет Плюс там купол остался Устраивает Купол остался Но на купол как раз На купол как ни странно Больше всего пофигу Вот Ей богу Этот купол не делает Так Зая повезли Зая очень хорошо с руки пробивает На самом деле Голем Дикий демдж Голем по троим вышел Еще и Тоби подошел Получил леща От этого голема Бешеный урон Под бандами Кошмар Минус два Ниша Фистами под банды Ооо Еще и зацепил На привязочку И там Ебзор добивает Через Очень хочется Посмотреть на демидж Вот после драки Мне кажется У Ниши и у Варлока Просто Варлок Три шестьсот Ты вообще задумайся Это просто же кошмар Это банды В основном Это банды Да А тут еще и Тоби зацепили На самом деле Могли бы и не простить Но решили Что лучше вышку добьют Но сейчас видим то Что у нас Ниша Больше всех урона нанес И Пупей не отстает Он больше Зая набил Ну это понятно За этом особо-то и нечем бить Фрификейшн Да и все В принципе И все Думаешь Ну и хилинг Соответственно Тут займ на высоте Причем Пупей довольно мало Хилинг Я так смотрю Даже и не Иша А у него возможно Даже не особо-то и прокат Хотя нет В четыре Даже немножко удивительно Обычно Как-то в четыре Не докачивают эту хилку Часто вставляют В два В три И банды Если можно было банды Замаксить Ну Слушай Не нам учить Пупей Ну так вот Просто Ооо Такс Такс Раз Раз И опять Минус висп Только выбрался Ставерный обратно туда Отправился И Тоби может быть Следующим Гошраут пока что работает РП-то откатилась Не ну Тоби он очень крепкий Его все-таки так не видать Бум Прячется за елочкой Его не видно Ага За елочкой Хочет-хочет Но такой прикол в том Что будет РП А дэмэдж Где Так Нужно крипов еще дождаться Матумба Я так понимаю У нас с Драгонлендсом Судя по его ранжевой атаке Или это просто у него Да У него Драгонлендс И добивая вторую Два вышечку А нет Это первая На топе еще стоит Так что все нормально В принципе Пока что Идет у Сикретов Одну драку проиграли Но это так была осечка Хотя вот знаешь Нетуар с тех пор Сильно не рос Вот у нас была драка Было 3000 преимуществ За Сикретами И теперь у них 4 только Да Но не меня это Того факта Что Войду Чтобы начать Быть прям Очень полезным в драке Нужно Нужно много всего Нужно какой-то дэмэдж Какой-то БКБ И нужен налифайр Потому что без налифайра Никак не пробить Ультимейт омника Налифайр Это Столько стоит денег Боже А тут пока что Только это Манта Плохо пока себе Видим шат Ручку золотит Видимо Часто крипы Рядом не оказываются 84% Понимаешь Он золотит ручку Еще и плохо И фармит манту Это вообще пока Не то Что хочется видеть Отводит Да Обычно Водит с мантой На первом артефакте Это горе в семье Ну Обычно В последнее время Только так и видишь Почему-то Это А когда Водит Проигрывает Он часто Начинает манту Собирать Когда выигрывает Он такой Момчик Молния Еще что-нибудь Сверху на дэмэш А когда проигрывает Сразу манта И ты и так проигрываешь Так еще и дэмэжи Нет по итогу Ну Очень хочется манту Купить против дровки Здесь Потому что Саленс Саленс душит Он умирал БКБ же покупать Не будешь Первым артом Это совсем уже Треш Ну бывали и такие БКБ А потом огонечек Нет Есть только один Билд С БКБ Это МомБКБ Да Да Есть такой Билд Он еще более-менее Уважаемый Там МомБКБ Йолнир Ну что ж Пока у нас там Шат свой манту Дофармил Тем временем Уже Рошана Забрали секреты Аегис Есть у дровки И дальше будет Хочется делать диффуза Достаточно поздние Диффуза будут Диффуза Ты че парень Не этого Не надо Выкинь Выкинь диффуза Это худшее Что можно купить Ки нафиг диффуза Вот когда диффуза диспелили Это было такое В Доте Давно Тогда бы конечно репел дисплеем ника его спелили все подряд и ультимейт умника и репел ну сейчас с тех пор как бы репел то уже и нет увы помянем на сушу и репелом ника не сплю очень давно тоже потом репел сделали а потом то культу дисплеем а потом перестал дисплеем а потом ремал убрали об ром и дефуза перестали дисплеем по моему сначала я не гарантирую таскать какой последний стам силе ли то укатывается воет фармит себе свои диффуза за и до сих пор не могу понять нафига ему диффуза да что-то зачастили не но это просто дэмэдж я понимаю но какой дэмэдж в ультомника как-то пробивать больше за сколько дефуза делаю дэмэджа в ультомника новый дэмэдж потому что это физический урон но у ману будет жечь да ману будешь интересно конечно потому что я последнее время вижу часто такое решение когда от минуту по 30 уже какая-нибудь спектра диффуза начинает собирать или вот войд и фаза много урон дает плюс предмет противный противность ману кого-то выжигаешь и этому герою прям противно безусловно но здесь нужно думать о других предметах например мьолнир чтобы через ультомника бить либо на лифаер чтобы соответственно не станешь ну а что делать как бы без на лифаера нет дэмэджа ну мьолнир мьолнир пробивает ультомника мьолнир это магический урон правильно стало быть звучит умного но пока здесь дефузал ну да ладно то есть фармит причем уже большая часть дофармил 2 блэйдов алакрити купила осталось там два маленьких куся но кстати говоря так или иначе чтобы он там фарм именно фармит он как-то бодро через какой хороший нетворс у него то есть прям даже такой неплохой видос монтой там еще и дефуза подъедут и тучи слов под виспом и вот так спит будет прям вообще неплохой вот если башу будут прокать то конечно все замечательные урона может и хватит оба шат наш волоса да попался который кусался и кажется вот здесь могли бы и прибрать но контроль пока не хватает не у монта до сих пор есть также засалить его не получится так сразу описка себя продаст во благо родины не испытается мы раньше был такой баг когда можно было ну как баг фишка можно был т.п. нажать в тайминг и не улететь то вроде его порезали поэтому порезали это не умирали по всякие благородные не это это было очень сложно нужно было прям попасть в очень хороший тайминг но если потрениться то в один момент у меня начала получаться где-то там она один из пяти раз что не так-то плохо вот видим действительно фарм как-то приподнялся он прям шел как по среднему графику а потом понеслась да чё-то как-то видимо позволяют секреты да им пауэрд это понятно порно ему раньше висел в принципе как ленинг стадия закончилась так и начал магнусом увешать этот баф ну это как бы когда получается фармить знать что твой противник тебе позволяет фармить не так хорошо контролится карта и секретами некор себе лотус на первый артефакт собрал соответственно тоже снимать слушаю что-то секрет немножко замедлились прямо в этой игре вот преимущество фарма не увеличивается они как-то спейс не отжимается спокойно абсолютно викинги пара ходят и на брашан что ли секрет вот так как-то не особо скорее всего придется сначала даже не закончится обуму-то вафли вафли ну да вафли ли дадим еще друзья мой сенс ринг есть который позволяет пожить чуть-чуть арамисы тут тоже цепанул а нули хорошо и взор сломал деревья и сломал лицо после этого обзор гений игры обзор еще не выиграл индии что нет нет просто тогда нельзя сказать прям что он чемпион игры хотят с другой стороны и разных чемпионат есть чемпион мейджер и не за их сколько там секрет много мажора не знаю чемпион игры о шат просто очень сложно играть против чемпиона игры вот и обзор чемпион игры очевидно что творит вешеный шат за ним просто висп вылетел это как и уже нажал причем вылетел просто за раньше чем он умрет нет секунда хорошо боже мой вот это сочно сейчас как же было опасно чуть-чуть меньше не хватит и вот рожан так долго жду секреты что пришлось сначала ждать пока яйки закончится он уже заканчивается здесь секунд осталось потом придется ждать от остальное время пока рожан не появится ну дожди а у кого яйки у нас вот такая графика слушай тогда что они ждали то есть у них все это время было египс не знаю ждали пока кончится ну нечестно играть 6 против короче ну видимо секрет считают что у них все отлично в любом лейте будет из-за омника и могут себе позволить они такую игру будет не тропливая грязь возможно от викингов они под балунтоса собрались и здесь смоках собрались а это значит что какой-нибудь купол можно поставить разводит разводит там же диффуза у нас появились соответственно какой-то дэмэдж чем раньше ты с этими диффузами начнешь бить лица тем больше дэмэджа соответственно эффективного они нанесут ура диффуза ура диффуза наконец-то он их собирал как раз таки докупал когда ему шли выдавать оборот алибарда это предмет уважаемый конечно соответственно дэмэджи в купол у нас будет раз не от вашего это диффуза и наносит урон но сейчас посмотрим насколько эффективно наносит а так думаю что все-таки купол должен волю она будет если он не будет не в куполе даст но проблема то что если будет один умник купили тоже не факт что-то выйдет хорошая потому что там купе и накроет нет сожалению нам бкб на самом деле какой-то нужно потому что действительно контроль задушить если он тоби попался даже если он соберет бкб просто купе его накроет горем лотус опа и привязался и взор сам я связали друг друга жесть но очень много урона ниша купила себе дизольф дизольф арамис пошел в атаку купе а пока не там по голове как хотел хотел каст уже пошел матумба здесь один одиночник но арамис тут даже добежать до него не сможет если за стоит на него чарч но здесь этого чарча и не будет скорее всего он еще в откате даже но тут у нас матумба в любом случае спасся даже скорее не матумба спасся арамис учитывая ситуацию да и там принципе до яшки то господа сашки не так много осталось у самого вайда так что скоро будет алибарда накроет эту дровку и забьет ногами не забьет потому что есть все еще он у нас под купол что вообще купил омник себе в этой игре а кстати помнишь я тебе говорил что дровка в эрка в смысле будет плюс-минус третью позицию отыгрывать но так вот и получается то есть ябзор много фармит кстати говоря ябзор фармит или файры все уже вот он фармит а за и пока вот накупил себе ауру там до разных ему конечно неплохо бы неплохо бы заю в этой игре гоним с прессу купить вот пока себе видимо рву destruction вытащил хороший принципе предмете урон опять же ну и будет дальше делать мкб поможет любом случае пробивать в эрку из рука на виндран успеет на нет и просто давай нужен нужный предмет майн-брейкер тоже дэмэдж сквозь ультимейт омника какой-то а что у нас собирает магнус интересно него дэмэджи билд или он на баф команда или все таки это все у нас будет лежать на плечах некрофоса суши и мне кажется магнус в этой игре стоит дэмэджа прикупить ну по крайней мере сабелька не помешает магнусу а там уже можно и распределить шмотки вместе кафосом то есть например купить себе какую-то кирасу на магнусе можно вполне это и дэмэдж и аура и все можно владмир купить например на магнусе в принципе почему нет поможет тоже много денег имеет достаточно вместе с некрофосом они на равных держится и в эрочку нас снова жертву все нашла это арамис бесчетно да как то вот это он забирает просто так что взора здесь у нас увозят увозят для того чтобы убить но пока миссы но не так уж долго эти миссы действуют видим заканчивается это все просто смертью через косу в принципе получается такой байт определенного рода от арамиса потому что выманил он у себя дровку остался после этого фрага ну да плюсе на сотку причем ну там 800 за него получили то она но она сама мысли осталось после фрага не в минус ушла по заработанным деньгам это купе и тут башки прокуют последнего буквально не хватило и тут как кстати реген валяется ой какая-то слабо игра неожиданно у нас получилось а я думал что будет весело как то вот никакого праздника у нас големы падать перестали что-то поле надо как-то вот секрет вообще перестали почему-то неожиданно перестали навязывать свою волю тогда вон сабли действительно магнусу по линка и так понимаю пока баланска башка или это еще одна это еще одна альбарда нет прямо сейчас впитал в себя бум на всякий случай против сайлент и дровки в первую очередь потому что слишком уж опасная штука у дровки страшный сайлент собственно карамис опять здесь у нас попался передрягу и голем развел на то что бульту купе нажал купе видимо надоело что некуда кинуть ульту он прям психанул дайте нажать куда-нибудь пожалуйста да ну вообще это прямо скажи не самая грамотная идея при всем уважении к чемпиону игры пупею а он то уж точно чемпион нас игры по награде чемпион это не считается не пупе чемпион игры по вообще по любым показателям все выиграл что-то можно по моему в этой игре но вот но мне кажется сейчас газ големом он погорячился уж какой-то бедный братрум того не стоит учитывая что они ничего после этого не сделали сейчас без голем еще придется поиграть довольно долго учитывая количество драк но в этом ты и прикол что и не будет драк без голем и скорее всего хотя с другой стороны можно немножко развести а бикинги такие ну у них нет голем они же драться то не будут а тут все наоборот как раз таки будут ну ладно опять же хорошо игры да нет да рошан есть когда он формация вот и рошан а голема нет кстати вот вещь неприятно аромиз или почти да и рамиса нет аромиза просто не игре пока алиэнс по алиса что там манты нет терпит терпит ждет впитывает впитывает дэмэдж и впитал и все вернулся не захотел жать сальность манту почему-то сейчас немного сложнее будет этого рошана бить просто что голема нет которого хотелось бы кинуть прошпит то если туда кто-то запрыгнет и это немного осложняет историю совсем немного учитывая то что у нас секрета просто давит душит ниша по крайней мере душит мне что просто в соло пошел ну чуть не развел но не развелся бум все контролировал очевидно шат уже в рошпите возня какая-то идет такая непонятная все не могут найти по этой позиции для того чтобы напасть викинги но викингам не так-то просто хотя вообще по-хорошему можно дать трансфер буквально в одного героя на набегающих дать можно просто резко прыгнуть и на рошпит и там окажется дровку любом случае кстати шат уже замахивался куполом судя по тому как он руки разводил уже хотел поставить не знают что шат там он же так ниша и купол и купол ну не опасно и купол нет он хочет за и не хочет зайчика и показать не показать вот драка пошла а тут у нас и взора нашли но сейчас виндран начнет побежит просто все-таки получилось забрать это минус а где чемпионат а вон ага золотой на рошану хорошо добьет рошана добьет рошана и забирает все-таки украдет на егес потому что ниша добил рошана так понимает дэмэджем стриминанта и это минус саппорт снова рамис который здесь мне кажется уже видеть устал и тоби который физить пока еще не устал да и принципе да очень большими потерями забрали рошана а там срочка кто у нас взял интересно не имею понятия уже это 2 2 2 срочек тоже будет взял да он украла егес и украл сыр и рошан сам достался нише и соответственно команде ну разменяли в эрку конечно еще перед этим но все равно огромными силами все ультимейты все ультимейты потратили если бы купол нормально лег то может быть и лучший результат но купол лег как лег уж извините и у пупе еще и голем появился которого не было просто все эти драки а теперь он будет но пока хотят подраться шатса егеса может принципе повоевать и не используя ничего такого сверхъестественного типа купола я думаю что он захочет за вышку подраться глифа нет ничего нет поэтому сейчас это вышка будет избиваться легко не как-то за эту вышку не подраться у меня там кому-то счет а мы не нравится просто полетел туда ниша о ларис цепил бум и так у нас умирает селари все равно не умер отошел назад выкупается сразу же бум у которого еще нет ультимейта там еще скоро рамиса его мульта откатится на за проект ну и дальше шат избивает минус половина хп восстанавливается обратно отчасти и кажется егес у нас тут сейчас все закончится на нишу пошел чтобы добить его и повезли самого нишу опа у него правда ремнан через секунду откатится откинет ли успеет ли кинуть не успеет ничего сделать нишу забрали в обмен на сторону потому что этот барак уже не спасти пупей избивает своим големом барак и сейчас вода гонят и вот сейчас кажется его будут не прощать нет все-таки простили простили аромису придется отойти потому что его не простит иначе и обзор селари сбивается он сейчас погибнет потому что очень много урона отдали и минус магнус который так и не постанул свой рп и погиб с байбэка поэтому он не вернется в эту игру следующий у нас будет фэйс из войд который тоже аегис уже потерял поэтому придется как-то с ручки драться но на нем хотя бы им пауэр висит но это пауэр много ему не дал это минус 3 получается минус 4 теперь уже вернулся обратно с байбэка селари но он ничего не что тоже с байбэка я так понимаю влетел назад помог здесь он разобраться да но отличный просто шедевральный сайленс от матумбы на касте ультимейта магнуса зарешал эту драку в итоге всех раз кайтили если вы магнус мог разулетить с того глядишь сейчас викинги бы как-то еще немножко бы подкомбэч или но теперь тут конечно скорее всего все заканчивается хотя умой это есть конечно сфера ночи от кекты и зампара он вообще дома же не будет без магнуса без попытка какая-то разбежаться гениально что ли или что не знаю возможно смог убежать с базы чтобы не убили прятаться в лесу но нет конечно будут пытаться вот от ворвался нет и умер не умер не он все контролирует прекрасно но просто он думал может как-то по он решил испытать судьбу немного пощекотать и нервы видимо вообще 27 секунд у них явно нету мега криппа появится уже секунду на секунду выкупается при этом раз будет плана ставится но ну то беседом на пульте изобретут не все без перспективно за это за ли стоит достаточно далеко до него еще добраться надо шат пока матумбы сбивает матумбе вообще плевать на нем причем мы хэвэнли грейс висит который еще плюс дает омник поймали а толку то все равно за купол не убивается матумба у него даже там тысяч толком по нему не получилось сделать потому что еще и полетал сверх этого будет да тут ему делать явно нечего это игре на записать гг гг написано но нет секреты просто слишком сильные для викинга викинга пока это не выводит но и пику все у викингов такое что им в этот пик не хватает то бико your какую-нибудь зевс а ты просто урона просто урона ты где-то там в самом начале грамотно заметила сразу что урон то нету кубол ставится кто бить туда будет кроме воида а войд чтобы бил в купол сколько надо дартов. А еще и Омник против. Я просто не знаю, к каким пикам был Омник, но, возможно, без Омника была идея, что должен был бить именно под Эмпауэром этот Войт. И, возможно, он бубил. Но Физа не проходит. И Диффузал купил с Либардой. То есть, я, конечно, понимаю, что реально на Лифайр вряд ли вторым слотом будешь покупать. Но хоть что-то, хоть какой-то урон. Ведь Диффуза, Либарда, это не даст урона в купол под Гуга. Никакого. Когда мы же не было, так его и не появилось в принципе в течение игры. Но это уже наша студия аналитики обсудит. И будем приходить к следующей игре. Добро пожаловать в мир после того, как этот драфт победил. Мы будем помнить мир до этого драфта. Он был неплох. Существовал он 21 день примерно. И вот на 22-й мы выходим на новый виток Омега Лиги. По сути, пересекли экватор и прекрасно теперь движемся к окончанию. Завязывай. Я твой научный руководитель, который... Научный руководитель, давай. Который подтвердил, что это так. Но потом ты выходишь на защиту диплома. И ты начинаешь лицемерить, да? И там сидят дядки, которые говорят, типа, да, ты молодец, но это плагиат или типа того. Вот там сидел Ярий, который сказал, что викинги еще к окому были просто не готовы, как команда. Поэтому рано. Рано хайпить. Еще Дота живет. Ну, погоди, драфт-то выиграл. Выиграл, да, но не потому, что случилось нечто невообразимое, потому что тигра слишком хороши. Окей, справедливо. Хотели разогнать какую-то интригу. Обычно ее Димон гасит, а тут еще и ты подключился, и все. Не, ну, такая игра получилась, что, то есть, стоит дровка, ее в миле подбьет, воет. 10 секунд, 15 секунд, все умирают, дровка выигрывает. То есть на этом моменте, как бы, конец, честно. Там были моменты повеселее, короче, стоит дровка, а рядом с ней бегают все герои. Там какую-нибудь умнинайт. Там был момент, я прям запомнил, умнинайт бегает. И воет вместо того, чтобы бить дровку, бегал за умнинайтом, пока я его бил дровку. Я на это смотрел. Красиво, красиво. Мы видели что-то подобное сегодня с иллюзией Арквардена и Сурка. Помните? Которая просто убила. Боже, день Сурка. В чистом виде. Ну, в общем, здесь, вот именно Войт, он как-то вот не зашел. Ты смотришь на этого Фейс Лес Войта и понимаешь, что когда он ставит свою трансферу, даже как-то в минус в некоторых случаях была ситуация, потому что его союзники не могут бить. Спирит Брейкер не может на чарджи въехать в трансферу, Магнус не может прям вместе с ним бить одну и ту же цель. То есть эта трансфера, она реально во многих моментах, ну, как бы вот там стоит, но она своим даже в некоторых случаях мешала боюсь, чем противнику. И, опять же, вот вместо Войта здесь любой другой Корр, там, не знаю, Ластильдер, Джиггернаут, кто угодно, он бы смотрелся в несколько раз ярче, нежели Фейс Лес Войт. Ну и справедливости ради, Сикрет дали примерно ноль ситуаций, в которых этот купол мог бы оказаться хорошим. То есть я помню купол Войта в своем лесу, не Войта, а помню Найта в своем лесу, где, там, Войт его бил, бил, и там в итоге еле-еле добил, и то при помощи Магнуса. Помню купол в Рошпите, который, по-моему, ни в кого был в конечном итоге. То, что только что Халай был, где купол в итоге был так, что Войта били. Ну да. И, собственно, что и требовалось доказать, как бы было бы странно, если бы было наоборот. Ну, а так видно, что вот Сикрет, они напикали вот этих героев, где, как бы, ну, такой особой синергии нет, и комбинации особо тоже нет. И вот именно таким драфтом видно, что Сикрет уже не продавливают за, там, 25 минут. Они уже как-то борются, и... Когда они пикнут нормально, тут будет просто без шансов. Ну, они сами понимаете... Ну, когда они пикнут дефолтно, да, когда не Варлок на ферст пик уйдет, а вот их обычный герой, как они это делали в финале одного из турниров, там, по-моему, Войт Спирит просто на ферст пик уходил, вот тогда они будут закапывать. Это, то есть, понимаете, им уже настолько стало скучно, что, ну, господи, челленджей нет со стороны соперников, давайте мы себе придумаем, возьмем умника с ФР-кой на третий и четвертый пик, и пойдем играть. Что-то напоминает про 12 минут, фонтан, челленджи. Все, это из-за одного и того же разряда команды. Из-за одной и той же группы. Да, и это, кстати, тоже правда. Это что получается? В какой-то момент у нас будет матч Сикрет против ОГ. Это будет последний матч. Какая жара. Возможно, в рамках этого патча. В рамках этого патча, то есть люди из Valve посмотрят и такие, ой, все, все, это надо менять. Там будет ферст пик Витс против ферст пик Варлока, а потом начнется магия доты. Ой, сплю и вижу. Следующий хайлайд, я вам жду следующий хайлайд, если вас будет. Я жду, да. Я специально попросил. Этот тип еще на разгоне, а вот следующий. Я не помню, мы брали разу? Ну, я брал. Подошел к Рите и попросил прям вот этот момент запечатлеть, там, как воет это, круги наворачивал ОГУ в дровке. Да, тут пока... Вот он. То есть вот Омник, вот дровка. Судача Вайда, бить только дровку. Только дровку. И больше никого, кроме дровки. То есть просто вот видишь дровку и бьешь в нем. Сайланс. И вот пошел. Уминает. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Ну иди сюда, прыгнул на него. А дровка такая, пиу, пиу, пиу. Просто вот на второго. Да, я вот на этом моменте я проорал сейчас, потому что... Почему? Зачем ты это делаешь, чувак? Что-то в этом есть, потому что в рамках того, что ты бьешь, типа, дровку, но она хотя бы стреляет сама по себе, ну, чуть-чуть слабее, потому что около у нее кто-то есть. Ты ее башишь, как бы. Так минимум, да. Во-вторых, Омник при таком прессинге со стороны Вайда все равно продал все аккасты. Да. Все обилки. Ну и, конечно, урон. Это, наверное, самый крепкий разрыв. Да, я тоже не припомню 92 тысячи, чтобы у нас было. Ну это из-за лекарей. Там, Висп, Некрофос. Нет, это понятное дело. Их пили, а они лечились. Просто именно что, как команда нанесла 144 тысячи урона за такое время. За 35 минут, ну да. Да, 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 накидала. Вот просто без Девса, без ничего. У тебя просто вот будет сейчас какая-то там дровка смотреться, и там будет 1050 у Эмбера, 1050 и варлог, 1050 и суммарно все остальные ничего не делали. Ну, 37. Ну, вот он Войд, вот она дровка. Урон. Да. Сравниваем. А это билд у Войда так себе. Это билд, что они, что второй в драках особо не участвовали, судя по поводу этого файта при СПА, что сделали фраги без них. То есть он и так за хроносферу почти никого не убивал, он еще умудрился так собраться, чтобы ему было сложнее убивать. То есть он против того героя, такого полутанка, полдамагера. Ну, а то мы, конечно, лютые. Вот они, почти 50 км. И сидит сейчас где-то Кура без руки и говорит, а ведь я ему давал Вайпера и Веника. Сидит, да, лечится. Будем надеяться, что успешно. Нигма в целом и без того справляются, но... Ладно, они как-нибудь в другой раз, друзья. У нас снова интервью. Я уверен, вы этого ждали. И на этот раз гость у нас, назовем это так, непредсказуемый, хотя, конечно, безусловно актуальный. Это тренер команды Secret, который также известен как Хин. Хин, hello. Hi. Hi, hi. First of all, thank you a lot for such an interesting series for you. It looks like that you... It was pretty easy for you, wasn't it? I guess, in hindsight, it was easier than we expected, because we respect Vikings a lot. But I'd say both games were quite comfortable for us. Okay. And speaking about the second game, tell me a bit more, please, about the draft you had on the second stage of PIX. I mean, Windranger plus Omni-Knight. Was it something you came up with right in the draft of this map or you just decided to pick this pair of heroes a bit earlier? Yeah, I think we planned the Omni-Knight before we even picked the Windranger. And then, usually, when you're a second pick and you have to pick blind, you have to kind of make up your mind about what kind of two heroes are possible on the middle picks. And if we want Omni, we kind of want like a ranged hero at the same time. Omni is like a very defensive hero in a lot of cases. So, you need like some catch and damage. And, you know, the App Store plays Windranger really like a kind of a gorgeous game. NKB and solo kill people. So, and Omni-Knight as a hero, I don't think we... It was more like just a test than a match kind of thing. We haven't really played much Omni-Knight. Okay. But was this game... I mean, was it as good for you as you're supposed to be? Because this game could finish in 15 minutes or 20, but you had some kind of a struggle, didn't you? Yeah, I just think it's really... We could have played better on... Like, I think we were in a dominant position where we win the fights, but they're just hiding in our jungle or like just like far away places, counting heroes. And in some cases we did catch, but it was just hard to just go straight high ground because I think Blink Skewer can really make throws happen. And yeah, I mean, just after the game, we were talking about how we shouldn't let the void farm and like the other heroes farm, we can choke them harder. But I don't think it was really possible to end the game early. Maybe we can win it cleaner, but ending the game at like some 20-minute mark against that lineup is not that easy, I think. Okay, and last but not the least, we were laughing with analysts a lot about the ban phases of your draft, since VikingGG just were trying to predict any hero you would like to pick, but we know Secret as a team that can play any hero they want. So, did they manage to predict any character you wanted to pick in this best-of-three series? I mean, they banned a lot of heroes. It's hard for me to remember exactly, but... Because you didn't want to pick them, did you? I think Alchemist maybe we might have thought about it, but I think we probably wouldn't... Like, Alchemist is a hero that comes up like from time to time. Maybe this is good Alk last pick game, but if you pick Alk, it's like you can't assert dominance. You just play the farm to win kind of game. So, we weren't really too annoyed by the bans, so to speak. Okay, so thank you a lot, and good luck further on the Mega League. Thank you. Bye-bye. Super! Так, этот разговор получился долгим, и не самым простым, потому что я его, честно, запомнил довольно по стоку-поскоку, но у меня есть Митяй, поэтому, если что, я смогу переложить на него ответственность потом, когда с меня спросят. Так, значит, сначала мы поговорили о чем? Поговорили о том, что серия была в целом довольно простой. Хин говорил, что викингов они уважают как соперников, и в целом к серии они готовились. Было бы, кстати, странно, если бы он сказал как-то иначе, потому что Secret, ну, довольно в целом политкорректный ребят. Если был бы любой другой из Secret, возможно, мы бы услышали как-то по-другому, но и Хин как раз таки, у него вот этот старый закал, что зачем? Кого-то обижать? Все молодцы, все хорошие, все играют классно, мы со всеми играем серьезно. Ну, да-да-да. Что-то вроде того. Универсальная позиция, которая хороша в любом интервью. Все верно, все верно. И Хин решил ее придержаться, собственно, спросили по поводу драфта второй карты, попросил я его пояснить чуть более развернуто, почему ВР и Омник в драфте появились. Хин начал с того, что сказал, что ВР они планировали с самого начала, еще до того, как эти драфты состоялись, а Омник потом просто встал в вопрос о том, чтобы допикить какого-то героя, чтобы этот драфт начал хорошо работать. Я, к сожалению, не запомнил, какой там механизм он написал, почему именно Омник в итоге появился. Ну, там толпами лишников Омник, естественно, все это дело закрывает ГАА. Ты просто нажимаешь ГАА, у тебя команда неуязыма. Ну, да. Он довольно дефенсив герой, как он сказал и так далее. Мне кажется, что они все-таки продумывали, он рассказывал историю, что у тебя когда вот этот вот третий пик, ты открываешь его типа в закрытую, но противника не видишь, не знаешь самых таких героев, поэтому ты придумываешь сразу даблу, поэтому они все подумали, и нужно подобрать героя, который будет рейнджевым, подмиришного, чтобы закрыть друг друга, типа вот все вот эти минусы. Плюс и взор на ВР играет, как Божила, собирает МКБ, и все прочее. Ну и плюс, да, и добавилось, что они захотели потестить Омника, я считаю, что в рамках этой серии это вообще идеальный момент, потому что у них была в запасе еще одна игра, если бы они проиграли, следовательно, они всегда могут сыграть на полную катушку, а здесь самое время поэкспериментировать. Да. Спросили мы, могла ли эта игра сложиться для них легче, потому что она действительно подзатянулась, мы ожидали, что закончится значительно быстрее. Хин сказал, что да, там ребята в некоторых моментах допустили несколько ошибок, но вряд ли в любом случае эта игра бы закончилась быстрее, просто потому что пик был ориентирован на то, чтобы закончить вот именно так, как в результате Сикреты и закончили. Но не особо быстрее, там в 22-м вложиться. Да, именно так. И последний вопрос был по поводу... Банились ли какие-то герои ребятами из викингов, которые вы хотели бы взять и так далее и тому подобное. Да, по поводу банов был задан вопрос, то есть мы тут сидели смеялись, что викинги банят просто хоть кого-то, потому что непонятно, что банят против Сикреты, и в итоге Хин сказал, что да, они как минимум хотя бы одного героя могли бы угадать, мы бы могли пикнуть алхимика, но судя по тому, что он замешался немножко с ответом на этот вопрос, все-таки похожие викинги вообще в цель не били со своими банами. Б2 мимо, Е3 мимо. Да, шах и мат. Алхимик рядом, почти попал. Да, как-то так, друзья, эта серия закончилась, Дима Light of Heaven уходит комментировать, мы с Митяем остаемся здесь, впереди заключительная Best of 3 встреча Flight to Moon против NIP, и пока мы ее ждем, заходите на dot2.ru для того, чтобы написать свое мнение по поводу сегодняшнего игрового дня о Мегалиге, который еще продолжается, далеко не уходите. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok